Всем привет! Друзья, и снова я Иван Фабро, и я рад приветствовать вас у себя на канале. Хочу продолжить видеоролики, видеолекции в помощь начинающим пчеловодам, да и опытным, старым, так сказать, обновим заодно в память. Сегодня речь пойдет об оказании помощи неблагополучно перезимовавшим семьям, об утеплении гнезд и подкормки пчел, и о помощи безматочным семям. Так что, если вдруг вам эта тема интересна, или вам просто нечего делать, или нечего посмотреть, милости просим к просмотру. Итак, оказание помощи неблагополучно перезимовавшим семьям. Ослабевшие за зиму пчелиные семьи до нескольких улочек, до двух-трех, нуждаются в пересадке в чистые продезинфицированные двух-трехместные нуклеусные улья для взаимообогревания. Кстати, сейчас будет рекламка, так как для таких целей, для таких семей, для их комфортного пребывания и хорошего развития, очень хорошо подходят улья-шестирамочники из ППС, малоформатные улья, которые помогут пчелкам восстановиться за счет компактности, поддержания пчелками температурного режима без особых усилий, так сказать, без использования чрезмерных жизненных ресурсов и так дальше. Так, пчел мы пересадили, идем дальше. Слабые семьи, обеспечивают кормом сотами для работы маток и хорошо утепляют. Если эту работу выполнить после установившейся теплой погоды, то есть в момент проведения основного осмотра главной весенней ревизии, то очень часто такие семьи, они разлетаются по другим благополучным, сильным семьям, теряя при этом своих маток. Каждая пчелиная матка в ранневесенний период равна по номинальной ценности пчелиной семьи. Весной с матками очень туго. Следует помнить, что семьи пчел в первое время после облета продолжают ослабевать за счет интенсивного отхода, отмирания старых пчел. Поэтому шансов на самостоятельное сохранение и без того очень слабых семей с каждым днем становится все меньше и меньше. О подсиливании в это время от слабых семей расплодом речи быть не может, так как они не в состоянии обогреть рамку с расплодом. И он погибает или может заболеть, например, аскосферозом или гнильцом, что очень плохо. Также слабые семьи лучше присоединять к средним по силе семям или соединить вместе 2-3 семейки слабых. Такая сборная семья будет нормально развиваться и в мае-июне уже можно будет от нее делать отводки с целью восстановления численности семей на пасеке. Начинающему пчеловоду следует помнить, что в последний момент зимовки пчел отдельные семьи могут по причине недостатка кормов или очень слабые ослабления внезапно замереть. Если пчеловод это обнаружил в течение 1-2 дней после начала сцепенения, то такие семьи можно оживить. Для этого улей с пчелами заносят в теплую комнату, в теплое помещение и осыпавшись с рамок, а также находящиеся в оцепенении на рамках, пчел сбрызгивают теплым, не густым сахарным сиропом. Затем подставляют в средину гнезда прогретую рамку с медом, гнездо тщательно утепляют, а литки закрывают. После оживления пчел улей ставят на место. В практике часто встречается много случаев, когда пчелы отогреваются, оживают, после чего их переносят на точок. Хотя, как по мне, то особого толку с таких пчел уже не будет. Но все же пчелок это жалко, поэтому можно попробовать их спасти. Оживление пчел теплом производится и в том случае, когда зимовник заливает весенняя вода, и пчелы в ней находились очень короткое время, пару часов. Как правило, освобожденные из воды пчелы в теплом сухом помещении или при температуре 12-15 градусов на воле оживает. По крайней мере, так пишет литература. Сам лично в воде пчелок я не купал, не скажу. При сильном загрязнении пчелиного гнезда пятнами поноса, из улей удаляют рамки со следами поноса и рамки с недоброкачественным кормом. Это закисший или закристаллизировавший сильно мед. Ну или падевый. На их место поставляют светло-коричневые соты в гнездо с теплым сахарным сиропом или ставят разогретую медовую рамку с медом. По ходу осмотра гнезд заменяют грязные корпуса и донья. В идеале должно быть все заменено, корпуса и донья на пасеки, которые вышли из зимовки. Однако не всегда может быть достаточный их запас. Тогда проступает так. Вначале меняют то количество корпусов и донья, в которые имеются в наличии, а освободившиеся части улей в донья затем чистят, моют, дезинфицируют и сушат. А на следующий день их используют в качестве подменного материала. И так поступает, пока не закончится осмотр. Теперь давайте рассмотрим утепление гнезд и подкормку пчел. Хорошему развитию пчелиных семей весной способствует утепление гнезд и подкормка пчел. Весенний период в каждой пчелиной семье должно быть не менее 8 кг меда и 1-2 г спервой. Поэтому в первую очередь пополняют кормовые запасы в тех семьях, которые страдают от голода, от нехватки кормов. В улей ставят рамки с медом или соты с теплым сахарным сиропом. Рамки с медом и пергой перед постановкой в гнездо в улей лучше распечатать в складе и сбрызнуть теплой водичкой. Пчелам будет легче. При недостатке меда пчел подкармливают теплым сахарным сиропом в количестве, которое необходимо для создания требуемой нормы кормов. При подкормке пчел весной сахарный сироп готовят концентрации 1 к 1. Один сахар, один воды. Скармливать сахарный сироп пчелам лучше в кормушках в количестве 2-3 кг за одну подкормку. Кстати, друзья, рекомендую вам, особенно начинающим пчеловодам, да и опытным тоже почитать книгу ученого, ученого-апиолога, специалиста по пчеловодству, доктора биологических наук, профессора Таранова Георгия Филипповича. Книгу «Корма и кормление пчел», где проведены сведения о основных кормах пчел, нектаре, меде, пыльце, пергей и их заменителях, их химическом составе и физиологическом действии. О возможностях замены меда сахаром и пыльцы другими веществами, усваиваемыми пчелами. Описаны также способы обеспечения пчел кормами в разное время года, приготовления и скармливания их пчелами. Эту книгу, да и другие интересные книги, можно приобрести у Тани, номер который я оставлю в комментарии. Ну, а теперь давайте вернемся к пчелкам. Гнездо пчел тщательно утепляют с боков и сверху, используя для этого подушки или маты, или теплые заставные доски. Хорошие результаты дают дополнительное утепление гнезд бумагой, помещенной поверх холстиков, под подушки или маты, или положа пленку на гнездо. Литок сокращают до 1-3 см. По мере развития пчелиносимиста, с наступлением теплой погоды и появлением в природе выделения цветами нектара, литок потихонечку расширяет. Утепляющий материал, который мы используем для наших пчелок, должен быть сухим, так как при увлажнении у него повышается теплопроводность. Применять в качестве утепляющего материала сено и древесной опилки не рекомендуется, так как сено плохо сохраняет тепло, а древесные опилки со временем не слеживаются. Неплохо себя зарекомендовали для утепления пчел подушки из агроволокна и синтепона. Кстати, видео о том, как я делал эти подушки еще 6 лет назад, есть в подсказках в правом верхнем углу. Так что, если кому интересно, взгляните. Ну, а кто не может пошить сам подушки, можете обратиться к Алексею, он же Игоревич. Телефон его будет в комментариях. Он шьет подушки как раз на заказ. Ну, а если вообще бюджетно хотите, то взяли, вырезали вкладыш из ЭППС за 5 минут и используем ее как подушку или заставную. Теперь давайте взглянем на безматочную семью. Помощь безматочным семьям. Отсутствие расплода при первом беглом осмотре пчелиной семьи не может служить доказательством безматочности пчел. Нередки случаи, когда у хорошо зимующей пчелиной семьи матка начинает откладку яиц в ячейке после выставки улей зимовника. Если при первом осмотре пчелиной семьи пчеловод не обнаружил расплода в улье, рекомендуется поставить в гнездо контрольный сот, то есть рамку с молодыми личинками. Появление на этом соте через несколько дней свящевых маточников служит как раз доказательством гибели матки во время зимовки. В этом случае пчелиной семье оказывают срочную, повторюсь, срочную помощь. В сильную безматочную пчелиную семью подсаживают матку, купленную или взятую из нуклеуса, если он есть. А сам нуклеус присоединяют к слабой пчелиной семье или другому нуклеусу. Чаще всего находившимся в том же уле, за глухой перегородкой. Сильным семям дают запасных маток вместе с их пчелами и расплодом, при этом раздвинув рамки и поместив средину гнезда. Если в наличии нет запасных маток, то нет иного выхода, как такие семи присоединить к менее сильным. Если исправляют среднюю по силе безматочную семью пчел, то к ней присоединяют весь нуклеус вместе с маткой, с пчелами и так дальше. Рамки с пчелами из нуклеуса ставят рядом с рамками исправляемой пчелиной семьи сбоку. Слабую пчельную семью без матки не исправляют, ее присоединяют к другой слабой семье с маткой или к нуклеусу. Оставлять на пасеке безматочные семьи и выводить в них рано весной маток нельзя, так как это приведет к слету пчел из безматочной семьи или воросту пчел на всей пасеке. Да и в принципе ранней весной выводить маток не имеет смысла, так как выведенные матки не могут оплодотвориться из-за отсутствия трутней. А сохранять такие семьи до появления трутней за счет постановки рамок с расходом других семей, ну это весьма невыгодно. Исправление безматочных семей лучше всего заниматься вечером, когда уменьшится лед пчел на пасеке. Для предотвращения драки между пчелами, которые мы соединяем, придают им общий запах при помощи разных кефирных масел или мятных капель. Некоторые пчеловоды не спешат исправлять безматочные семьи, ждут более теплой погоды. Это, как правило, приводит к усугублению недостатка, так как в скором времени в таких семьях появляются пчелы-трутовки, которые осложняют присоединение семей к другим семям. Вот поэтому я снова прорекламирую улей шестирамочники из ППС, так как в них хорошо содержать зимовалых, запасных, так сказать, ремонтных маток для исправления безматочных семей очень ранней весной. В них хорошо содержать, восстанавливать слабышей, ну и так дальше. Вот как-то так. Все, на сегодня хватит. Ставьте лайки, комментируйте и помните, в пчеловодстве упустишь день, потеряешь год. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok